Добрый вечер! У нас в Красноярском крае тоже это не отличие от Российской Федерации. У нас тоже сейчас в настоящий момент более 100 ребятишек в средне-тяжелом, либо тяжелом состоянии в наших медицинских учреждениях. И около 3000 ребятишек вообще в принципе болеют в Красноярском крае. Особенность в том, что дети, это же не взрослые, и не каждый ребенок может рассказать о тех или иных симптомах. Где у него болит. Да, где у него болит, что у него болит. Поэтому родителям, конечно, нужно очень внимательно отнестись к своему ребенку и задавать, ну, может быть, даже наводящие вопросы, даже если нет еще температуры. Обратить внимание на катаральные явления. Это насморк, кашель, посмотреть горлышко, оно может быть красным, да. Либо это абдоминальные какие-то явления, это когда тошнота, рвота, может быть, боли в животе. Конечно же, температура может присоединиться так же, как у взрослых, отсутствие обоняния, отсутствие вкуса. Ну, вообще, похожая симптоматика у взрослых и детей, да? Симптоматика похожа, да. Но только единственное, что они действительно не могут правильно выразить это. Особенно маленькие дети, да. Да, особенно маленькие. А так как это подвержена абсолютно вся категория ребятишек, в том числе, вот если в первую волну мы говорили, да, что детей обходит как-то стороной, то сейчас мы говорим о том, что вот сегодня как раз любого возраста дети. И сейчас вот как раз вот я как раз со штаба противоковидного приехала к вам. Мы говорили о том, что ребятишек все больше и больше. Возможно, после новогодних праздников их станет еще больше, потому что они не вакцинируются сейчас. Новогодние праздники, конечно же, это горки, елки, и все хотят общаться, встречаться. И все-таки ожидается, что будет волна именно у ребятишек. И поэтому Министерство здравоохранения Красноярского края очень внимательно эту ситуацию отслеживает. И в случае необходимости уже в инфекционных госпиталях будет развертывать эти койки стационарные, если вдруг такая ситуация у нас произойдет. Ну, по детям. На них также действует ограничение, изоляция в случае какой-то похожей симптоматики? Если контактный, например, да, ребенок, конечно же, да, он изолируется. Берется ПЦР-тест и в первый день, и на десятый день. Но если ПЦР-тест отрицательный, и ребенок не болеет, то здесь очень важно понимать родителям, что справку в медучреждении брать не надо. Если мамочка или папа сидят на больничном, им необходим этот больничный листок, и он зарегистрирован на госуслугах, то на госуслугах можно выйти и распечатать эту справку, которую вместо больничного листа можно предъявить уже непосредственно работодателю. Потому что это такой электронный больничный лист. То есть для этого не надо будет приходить в поликлинику. Если детеныш заболел все-таки, да, то по истечении того, как заболевание закончится, из-за выписка его непосредственно в учреждение, там, либо это школа, либо детский сад, необходимо, конечно, прийти уже за справкой к своему участковому педиатру. Но если он не заболел, то такую справку не нужно. Если он не заболел, справку не надо, да. Если вдруг ушли на каникулы, уехали к бабушке, дедушке, и ребенок не болел, справка не требуется. Это новые санитарно-эпидемиологические правила, которые говорят, что справка выдается только если ребенок болел. Ну, чтобы детей не собирать в поликлиниках. Во-первых, чтобы не собирать в поликлинике. Во-вторых, все-таки наплыв большой детей, и врачи не справляются с этим наплывом. И чтобы вот избежать вот этого столпотворения и излишнего отвлечения от работы врачей, вот, собственно, это и было уже принято решение. Вот как мы с вами сегодня говорили, да, у 103 ребенка у нас с диагнозом ковид, почти 3000 лечатся дома, растет число контактных детей, да, контактных с родителями детей. Какие еще меры приняты, чтобы стабилизировать эту ситуацию? Ну, во-первых, конечно, ограничительные меры, там, вот, которые у нас в Красноярском крае, да, ребятишки не могут там и торговые центры посещать у нас, да, и без родителей. И очень важно здесь как раз обратить внимание на то, что когда дети сейчас у нас не прививаются, соответственно, для того, чтобы обезопасить их, в первую очередь, нужно обратить внимание родителей на себя и привиться, надо защитить свое окружение и себя в том числе. Потому что если родители заболеют, я все время вспоминаю самолетные правила, да, когда сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка, здесь, собственно, то же самое. То есть если ты будешь защищен от ковида своей вакциной, и если ты себя поставил на то, что я не должен болеть особенно тяжело, а вакцина как раз призвана для того, чтобы не разболеться тяжело коронавирусом, то, соответственно, я смогу и ухаживать за своим заболевшим ребенком, пока не будет вакцинации. Но вообще, как вы считаете, будет вакцинация для детей? Она должна быть. Сейчас настоящий момент, пока это клинические испытания, они еще не окончены. Мы вот ждем окончания, и после этого уже рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Пока клинические испытания на группе ребятишек от 12 до 17 лет, не младше. Вы не знаете, каковы результаты? Пока еще не знаю. Нет, да, никаких? Да, как только будет, мы обязательно, я думаю, с вами поделимся. Ну, хорошо, это очень интересно, я думаю, для всех, кто, естественно, является родителями таких детей. Ну, а вообще ситуация по Красноярскому краю сейчас, насколько тревожная? Пока стабильная, пока стабильная, какого-то особого роста нет, но понимая, вот еще раз скажу, тот факт, что это новогодние каникулы, что это подъем заболеваемости, как после каждых праздничных дней мы ожидаем, и отсутствие вакцинации у ребятишек. Да, здесь нужно, конечно, очень-то прицельно обратиться, обратить внимание на своих детей, может быть, меньше посещать каких-то вот замкнутых мероприятий, да, там, закрытых там, в закрытых учреждениях, чтобы там были ограничения по количеству посещаемых. Ну, я, насколько знаю, до сих пор же действуют, да, ограничения для всех массовых мероприятий, вряд ли будут какие-то массовые елки закрытые и так далее, но, тем не менее, все равно дети, они не могут не общаться. Конечно, конечно. Им хочется разделять свое новогоднее настроение. Но, опять же, если вы понимаете, что с кем-то проконтактировали ковидным, и ребенок сказал, что в детском саду там или в школе, да, вы узнали от воспитателей, от учителей, что есть какой-то такой случай у РВИ, либо у ребенка появились какие-то первые признаки, не надо ребенка отправлять ни в школу, ни в детский сад, лучше все-таки понаблюдать, вызвать врача надо, не посещать медучреждения, не идти туда с толпотворением, объяснить по телефону, возможно, если в легкой форме наблюдения, возможно, в амбулаторной сети на дому, в том числе дистанционно, могут звонить, спрашивать о состоянии. Если состояние ухудшается, об этом обязательно нужно сообщать на телефон, чтобы врач пришел домой и посмотрел. Понятно. Спасибо большое. Очень развернутый ответ. Немножко сняли беспокойство, наверное, да, со всех маму. Ну, хочется верить. Очень интересна вот эта ситуация про справки, которые лишний раз не нужно идти в поликлинику, это действительно очень ценно. Ну, не все вопросы мы еще обсудили с Аленой. Напомню, что у нас в гостях Сурлова Алена, полномочные представители Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Красноярском крае, Алена. Ну, вот кроме детей, да, у нас есть наши пожилые родственники, друзья, коллеги и беременные. Вот я знаю, что даже на беременных стал распространяться, во-первых, коронавирус. Раньше говорили, что беременные не болеют. Ну, к сожалению, да. Они болеют, причем болеют очень тяжело, особенно если есть тяжелая соматическая патология. Например, беременная высокого риска, там особенно обращать внимание на себя с ожирением. Когда идет вот такое осложнение беременности, они очень тяжело переносят действительно коронавирусную инфекцию. Здесь что очень важно. Первое, когда планируете беременность, нужно, конечно же, подумать об этом заранее, да, и провакцинироваться. То есть за три месяца до беременности, чтобы фолькулярный цикл восстановился и спокойно можно было забеременеть и спокойно вынашивать уже беременность. И спутник Ви можно начинать им прививаться с 22 недель беременности. По окончанию беременности, если все-таки подходит срок вакцинироваться, ревакцинироваться, нужно обязательно после родов выждать 42 дня, потому что там могут быть осложнения по лактации, чтобы не было маститов никаких, никаких воспалительных реакций. Поэтому 42 дня выждали, и после этого спокойно можно прививаться. Опять же, спутником Ви. Сейчас уже все клинические испытания по нему прошли, завершены они, и нет противопоказаний именно для беременности с 22 недель беременности, в период грудного вскармливания. Ну и вот это ограничение, когда после родов надо выждать вот эти 42 дня. А новорожденные как? Новорожденные, они, нет, ну пока новорожденные, видите, если мамочка заболела, действительно очень серьезно переносит и мама, и ребенок. Но здесь в первую очередь все-таки очень тяжело переносят именно мамочки, которые вот непосредственно в период беременности заболевают. У вас статистики по Красноярскому краю, сколько у нас болеется беременность? В настоящий момент я не могу сказать, сколько беременных в тяжелом таком состоянии, но на самом деле вот тяжелых беременных мы отслеживаем, и у нас действительно те, которые не вакцинируются беременные, категорически отказываются. Но их можно понять, это страшно, это страшно. Но сейчас действительно уже вот, если выждать вот эти все периоды до беременности за три месяца провакцинироваться, и вот с 22 недель, если вот этот высокий риск есть, это в первую очередь будет защищать непосредственно женщину. Потому что в настоящий момент вот все женщины, которые заболевшие в период беременности коронавирусом, погибшие, ни одна не была вакцинирована. То же самое касается и старшего нашего поколения, потому что там все-таки очень много хронических неинфекционных заболеваний, да, которые тоже вызывают вот такие осложнения по состоянию здоровья. Коронавирус как раз действует на вот эти болевые точки, и, соответственно, если человек не провакцинирован, они, во-первых, не просто очень тяжело переносят, там и как раз самая большая летальность у нас этих пациентов. Очень тяжело их бывает спасти даже всеми последними методами лечения, которые есть у нас по клиническим рекомендациям. На самом деле медучреждения у нас закуплены все препараты, имеется концентрация кислорода, реанимации работают. Но когда идет вот такой большой поток невакцинированных тяжелых пациентов, действительно, реанимации могут просто не справляться, когда на пике волны. Поэтому здесь вот опять же скажу, очень важно позаботиться о своих мамах, папах, бабушках, дедушках, особенно когда есть какие-то хронические неинфекционные заболевания. Ну, мне кажется, как раз у людей пожилого возраста там уже очень трудно быть без хронических заболеваний. Конечно. Чаще всего они все-таки имеют в анамнезе какой-то... Да, поэтому вот это острое состояние необходимо снять. Есть, конечно, и противопоказания для вакцинации, когда идет период обострения какого-либо заболевания. То есть его нужно снять. В период РВИ нельзя ставить прививки. И после этого уже вакцинироваться, когда состояние стабильное, человек пролеченный, может он принимать какие-то препараты по своим хроническим заболеваниям. Главное, чтобы было стабильное самочувствие. И не было никаких там гипертонических кризов или какой-то острой патологии. Вот, ну там, не знаю, даже насморк, кашель. То есть вот это все нужно пройти. Если признаки РВИ были, нужно выждать 2-3 недели и после этого уже непосредственно прививаться. Вы знаете, раньше говорили, что грипп боится мороза. Потому что как только морозы будут более сильные в Сибири, то сам вирус погибает. Это действует на коронавирус? Нет, к сожалению, нет. В прошлом году мы видели, когда у нас волна была как раз в период вот этих морозов. Поэтому действительно... Нельзя надеяться, да, на это? Нельзя надеяться на коронавирус. Что он замерзнет. Да, к сожалению большому, да. Как же мы, когда про ребятишек говорили, да, когда первая волна была, все радовались, что ребятишки не заражаются. Здесь то же самое. Поэтому все-таки нужно здесь обезопасить себя, своих близких и позаботиться о том, не ждать, пока там зима у нас наступит или лето его там солнечными лучами пролезет. Да, ультрафиолетом. Ну и последний, очень короткий вопрос. А микрон не проник еще в Красноярск? Нет, вот сегодня про это говорили. В Красноярском крае не зарегистрировано микрон еще. Поэтому надеемся, что на новогодние каникулы никто нам его сюда все-таки не привезет. Не завезет, да. Ну, спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях была Орлова Алена, полномочная представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Красноярском крае. И если вы застрахованы в компании АО «Страховая компания Сагас Мед», и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в Сагас Мед по круглосуточному телефону контакт-центра. Вы видите его на экранах 8 800 100 07 02. Звонок по России бесплатный или задавайте вопросы на официальном сайте sagasmed.ru. Спасибо вам большое за беседу. Субтитры подогнал «Симон»!